Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Итак, я продолжаю отвечать на вопрос о том, какие акции купить. И самый простой ответ, который я могу дать, это покупайте те акции, которые вырастут. Вы скажете, а какие из них вырастут? Как же их выбрать? Но какие акции покупать, какие акции вырастут прямо завтра, об этом, на коротком периоде, все зависит от периода, понимаете? Какие акции могут вырасти прямо завтра, я об этом расскажу в следующем видео, буквально в следующем. Ссылку на него вы увидите внизу, в конце данного видео. Ну, а сейчас я хочу просто сказать о том, как же определить те акции, которые вырастут на перспективе, скажем, год, и как на этом заработать. Ну, прежде всего, почему растут акции? Давайте вспомним, что такое акция. Акция – это часть собственности компании. Что такое компания? Компания – это бизнес. На что направлена деятельность любой компании? У любой компании коммерческой в уставе написано, что цель компании – получение прибыли. Вот, что является целью любой коммерческой компании. Ну, и дальше там продолжается через предоставление услуг в такой-то области или через производство продукции в такой-то отрасли. Но главная цель деятельности, руководства компании – это, конечно же, получение прибыли. Вот почему акции растут, потому что если компания не приносит прибыль, то этот бизнес не надо покупать. То есть, зачем вам бизнес, который не приносит прибыль, скажите? Он вам не нужен. Вот так. А если бизнес приносит прибыль, то либо акции вырастут, либо вы получите дивиденды. И это неминуемо. Если они не выросли прямо сейчас, то они вырастут позже. При одном условии, что компания приносит прибыль. Компания должна приносить прибыль. Поэтому, как выбрать те акции, которые надо брать? Ну, надо смотреть на динамику, на общую динамику рынка. Когда рынок растет, то буквально все компании приносят прибыль. Вот буквально все. И буквально все компании растут. И буквально все акции растут. Поэтому, если экономическая ситуация хорошая, если вот этот вот несчастный индекс S&P 500, или индекс RTS, что лучше смотреть. Ну, можно смотреть на индекс Мосбиржи в рублях. Если этот индекс растет, то, в принципе, какую бы акцию из этого индекса не взяли, она вырастет почти наверняка. Ну, там уже будут варианты какие-то. Но здесь ошибиться достаточно сложно. Вот, потому что индекс, если растет, то все растет. И там здесь уже, ну, как бы от вас мало что зависит. А вот что делать, когда индекс падает? Или что делать, когда индекс не растет? И как предвидеть вот эту ситуацию, когда индекс перестанет расти? А вот, друзья мои, как? Надо смотреть, надо читать новости. Что у нас с индексом? Какие перспективы? Надо интересоваться вот этими новостями. Я это делаю постоянно. Я езжу на различные семинары, которые вот, ну, организуют, в частности, брокер открытия. Вот, и я читаю публикацию аналитиков в различных самых ресурсах, кстати, о которых я рассказываю на курсе биржи для чайников, откуда брать вот эту вот самую достоверную информацию, которой можно доверять. Понимаете, это даже не РБК, понимаете? Там, ну, с высокой степенью вероятности можно доверять, но как-то вот все-таки надо фильтровать. Вот, но все ссылаются на сообщения из агентства, например, Интерфакс, Одинпрайм агентства, которое напрямую сотрудничает с Блумбергом. Вот, вот такие сообщения надо смотреть в этих агентствах. Ну, есть Маркет Твитс, это в Телеграме канал и так далее. И мы смотрим на перспективы, на общие перспективы вот этих индексов. И мы чувствуем вот пульс рынка, понимаете? И мы смотрим, а что ожидает рынок. И, ну, давайте вот прямо сейчас взглянем на один из таких ресурсов, что у нас с рынком сейчас творится. Вот я открываю ресурс такой, он называется Finviz. Вы наверняка видели фотографии, сейчас я вам покажу из Finviz. Вот, но на что я сейчас хочу обратить внимание. S&P 500, вот он. Здесь он лучше всего показан. Посмотрите, индекс S&P 500. Здесь график там, ну, текущий. Вот, сейчас давайте я покажу график на протяжении времени. Вот с 2015 года. Вот он, 2015 год. Посмотрите. Он в 2016 припал. После 2016 года, значит, он непрерывно начал расти. 2017, 2018, и в конце 2018 он грохнулся. И все такие в растерянности, что случилось. Ну, в общем, сказать, американцы немножечко подправили. Значит, они перестали повышать свою ставку ФРС, начали понижать ее. Вот, и индекс снова вырос. Сейчас, где индекс на максимуме? Что будет с индексом S&P 500? Как вы думаете, он будет расти дальше? Не будет он расти дальше. Вряд ли он будет расти дальше. Все предрекают, что, в общем-то, импульс на рост завершается. Ну, это с одной стороны. Но с другой стороны, все экономические показатели. Типа уровень безработицы, там, что еще, внешнеторговый дефицит, там, и так далее, и так далее. Даже бюджет США, он, ну, в принципе, в нормальном состоянии. И у них есть еще куда понижать ставку. Они ее сейчас начали понижать. Поэтому вряд ли будет сильный рост и вряд ли будет сильное падение. Что делать в этом случае? То есть, скорее всего, скорее всего, вот аналитики, например, открытия, они говорят... Давайте я покажу карту. Вот она, как выглядит. Зелененькие. Вот это вот весь индекс S&P 500. И все компании, которые входят в S&P 500, они разделены по секторам. Здесь вот Financial. Что у нас тут? Technology, Services, Basic Materials, Healthcare, вот посмотрите, вот она. Вся фармацевтика и здравоохранение, пожалуйста, зелененькая. Вот. И надо смотреть просто, что будет с этими индексами. Если индекс, а сейчас аналитики говорят, что индекс будет, скорее всего, в боковом тренде. То есть, он будет не сильно расти. Иногда, иногда падать. Но, в общем-то, никаких причин для сильного резкого падения пока не просматривается. Что в этом случае делать? Какие инструменты будут самые лучшие? Но самыми лучшими инструментами будет сейчас, наверное, все-таки... Я считаю, что это ноты. Ноты это такие инструменты, которые растут, несмотря на то, что акции находятся в боковом тренде. То есть, не растут, не падают. То есть, если акции вырастут за год, например, на 10%, а может, они и не вырастут на 10%, может быть, они и упадут на 15%. Но вот эти самые ноты, которые можно приобрести, они дают доходность. Вот, в частности, давайте откроем сейчас открытие брокер. Вот здесь структурные продукты. И есть два варианта. Купонные – это открытие брокер. И защитные структурные продукты. Что такое защитные структурные продукты? Если там выбирается один какой-то базовый актив... Какой базовый актив? Ну, это может быть даже золото, например, да? И если этот актив вырастет, то вы получаете прибыль пропорционально росту этого актива. А если актив упадет, то вы ничего не теряете. Вы ничего не теряете. Вот, посмотрите, 100% защита капитала, 100% защита капитала, 100% защита капитала. Вы понимаете? Вот. И такие продукты есть, и они уже доступны не только квалифицированным инвесторам, но и простым рабочий-крестьянским инвесторам. Вот, давайте посмотрим. Золото всегда в цене. Защитный вариант подробнее. У меня, в частности, этот продукт открыт. Золото всегда в цене. Актив, на котором основан продукт, SPDR Gold Shares. Это ETF, это, ну, как бы, такой фонд, который нацелен на рост золота. И он растет, если растет золото. Сумма инвестирования. Сумма инвестирования на защитных продуктах от 250 тысяч рублей. Защита капитала от 250 тысяч рублей. Защита капитала 100%. Участие в доходе 55%. Мы можем выбрать конфигурацию. Вот она, защита капитала 100%. Мы можем выбрать защита капитала 98%. И тогда мы допускаем, что наши денежки могут уменьшиться на 2%. Что такое 98%? Наши денежки могут уменьшиться на 2%. Но при этом мы получаем 70%. Здесь 55% от роста базового актива. А здесь мы получаем 70% от роста базового актива. Если мы допускаем риск потерять 5% от нашего депозита, то мы можем рассчитывать на рост нашего депозита 90% от стоимости базового актива. То есть, если базовый актив снижается, то мы наши денежки теряем 5%. Если 5%, не больше. Если актив растет, то мы улавливаем... Ну вот я считаю, что это оптимальный вариант, например. Защита капитала. Вот она, пожалуйста. 250 тысяч рублей. У меня такой вариант открыт. Теперь дальше. Следующий вариант. Давайте посмотрим. Купонные. Вот сейчас я, например, взял купонный. Вот. У меня был... Вы видели, нота на 1 год. 20% годовых. 1 раз в 30 дней периода наблюдения. Но здесь есть риск потерять. Здесь есть риск потерять достаточно большой. Вот. Потому что если худшая из этих акций опустится ниже, чем барьер, и тогда все. Вот. Тогда я не все теряю, а пропорционально падению этой акции. То есть, у меня нет стопроцентной защиты капитала. Нету стопроцентной защиты капитала. Здесь есть. Но в чем еще отличие? Посмотрите. Здесь до июня 2021 года у меня именно такой и открыт. Вот. Июнь 2021 года. Полтора года. Я его открыл полтора года назад. Он на три года у меня открыт. Вот. Этот продукт еще можно сейчас приобрести. Но золото-то уже выросло. За полтора года оно у меня точно выросло. Здесь я точно в плюсе. Вот. А будет ли он дальше расти? Ну, вот это решать вам. Например. Да? Здесь до августа 2024 года. Здесь до июня 2021 года. Это защитные. Купонные. Посмотрите. Купонные позволяют... То есть, там в защитных базовый актив может упасть. Мы ничего не теряем. Здесь, если базовые активы, худший из них упал, но не сильно, в данном случае, на 15 процентов. Я уже знаю просто. Вот про эти я рассказывал. Раз, два. Вот раз, два, три. И про эти, там, если худший из этих акций, из четырех, там, четыре акции, упадет не больше, чем на 15 процентов, то мы получаем доход 20 процентов годовых. Если все четыре акции выросли, то закрывается с выплатой купона. Вот такие продукты надо брать, я считаю, прямо сейчас. Ну, а о том, еще раз, какие продукты надо покупать, если мы хотим, буквально вот быстро схватил и получил прибыль. И здесь, да, здесь минимальная сумма инвестиций 100 тысяч рублей. Я их открываю сейчас. Вот, минимальная сумма. А там, когда схватил и убежал, можно купить, ну, акции, там, минимальным лотом. Вот, ну, об этом я расскажу в следующем видео. Ссылочку вы прямо сейчас увидите. Ну, и о том, как все это делать, естественно, я рассказываю более подробно в бирже для чайников. Записывайтесь на курс биржи для чайников, инвестируйте и получайте прибыль, друзья мои. Вот, что я вам хочу сказать. Сейчас лайк. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.